всем доброго времени суток дорогие любимые мои подписчики зрители а также гости канала начинаются наши новые будни сегодня четверг 22 августа сегодня кстати мне сняли гипс ура ура наконец-то пока еще еще не выписали из больничного еще нога ну еще больно на нее наступать сказали много ее не натруждать пока идет реабилитация физио там обезболивающей мази нога отекшая опухшая когда гипс сняли то есть если две ноги вместе поставить то прям разница очень видна вот ну ничего уже легче без гипса уже легче господи гипс сняли нога вся там кожа шелушится сидела бедно это нога больше месяцев в гипсе не дышала ничем кожа так что пока я значит на реабилитации но и эти будни хочу начать с хаеда что-то есть у меня очень большое желание его пока вышивать и не хочется откладывать не знаю насколько меня хватит но пока повышеваю да пока повышеваю хаед ну конечно и остальные все свои работы буду вышивать и которые на финиш идут и старт недавно у меня был прошлых буднях вы видели дракон хранитель волшебного леса это тоже все будет вышиваться но вот конкретно эти будни сегодняшний день я начинаю с хаеда вот так он выглядит сейчас напомню кто может быть и не смотрела не видел что я закончила вот этот ряд вышивала небо ну и перешла в начало опять ряда 10 голубыми цветами повышевала мне надо было для игры в космозоу и так фокус 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 ага вот и продолжаю пока вышивать хаед пока не надоест все так вот опять это двинул что-то с фокусом ну темновато вечер уже темновато все будни начались так сегодня у нас 23 августа и я думаю что пора повышевать вот эту работу давно я ее не брала не помню в прошлых буднях брала или нет ну потому что я говорю чихаю от нее но чихаю не чихаю а продолжать то надо буду продолжать работать ну вот над этим кусочком тут все легко и просто тут практически двумя-тремя цветами будем как бы заливать заливать цветом сейчас вот здесь вот здесь у меня осталось все одним цветом вот я вот этот уголок сейчас буду с него начну буду уже угол этот до конца вышью ты потом буду спускаться вниз ну вот так сейчас выглядит моя ночная поэма ну вот ночная поэма повышевалась угол я как и предполагала планировала закончила даже еще одним цветом тут прибавила немножко так что все пока ночную поэму откладываю девочки ну действительно не могу долго вышивать начинают чихать начинают чесаться глаза поэтому вот этого угла мне на эту неделю наверное достаточно на следующий не знаю недели возьму не возьму эту ночную поэму у меня там у димы день рождения будет и и праздновать будем в понедельник у него день рождения 26-го потом там в пятницу все скорее дети приедут вот а мне еще хочется павлинов закончить я же планирую их в августе хотела закончить хочу постараться попробовать закончить поэтому короче говоря все с ночной поэму откладываю и беру павлинов надо за них приниматься сегодня у нас понедельник 26 августа и я взяла в работу сегодня павлинов надо и заканчивать осталось там не так уж и много поэтому вот все у нас тут на глазах что осталось ну и плюс там еще вверху облачка полу крестиком надо будет сделать все я приступаю и надеюсь что на этой неделе я завершу до конца августа хотелось бы завершить так девочки и мальчики если таковыми я тоже смотрят закончила я все крестики вот здесь на хвосте павлина сделала бэкстич вот бэкстич вот здесь вот здесь ну так вот как бы перья он очерчивает вот вот здесь все бэкстич закончила крестики закончила мне еще есть немножечко бэкстича вот здесь на чаша фонтана такой коричневый разверну сниму то есть вот вот здесь видите сделан у меня бэкстич вот здесь вот а вот здесь нет тоже такой же тут будет немножечко стежками бэкстич вот и что и остается у меня еще здесь наверху я уже говорила вот здесь вот еще полу крестиком несколько облачков а так все крестики уже закончены крестиков нет только бэкстич чуть-чуть и облачка так сейчас я поэтому пяльца снимаю бэкстич ну тут прям жестко тут некоторые крестики в три нити вышивались и в четыре поэтому я думаю что может быть и без пялец я бэкстич здесь делаю ну потому что он вот смотрите видите вот буквально вот такими стежочками тут тут и вот здесь вот еще чуть-чуть это на ножки павлина на лапки на его все сейчас делаю бэкстич и все и перейду мне остаются только вот эти вот 4 нет 5 5 облачков полу крестиком и будет работа готова все здесь остальное вышито и бэкстич везде вышит все только вот осталось совсем чуть-чуть так что я думаю сегодня ну либо завтра будет финиш ура ура красота не хвост а просто не знаю шикарный шикарный такой павлин все финишная прямая перехожу к финишной прямой ну что 29 августа и я надеюсь что мы сейчас с вами это увидим да 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 там все павлины закончены вот так вот эта работа полностью завершена мы с вами увидели поздравления стопроцентные салют из сердечек и сейчас вот последнее что я вышивала это были вот эти полу крестиками облака облака вышиты облака вышиты как всегда алисин волос без него никак у меня просто раздражает а вот все сейчас я распяли покажу полностью стираться уже будем завтра хотя завтра не знаю завтра на коррекцию на маникюр поеду я и варя поэтому возможно а вечером мы приедем все вместе с детьми потому что у димы 26 в понедельник было день рождения и завтра в пятницу 20 какого 30 августа дети приедут к нам с ночевкой опять будет будут поздравлять папу вот так что опять нам предстоит настольные игры что же соскучилась последний раз они у нас были 10 августа вот уже прошло вот сколько три недели до почти или две в общем не важно главное что я уже соскучилась по детям постарше все я наверное сейчас покажу вам сниму 5 покажу полностью работу конечно она будет мятая не глаженная ну просто стирка наверное ей только субботу предстоит 31 августа и все-таки как хотела летом в августе я эту работу завершила так снимаю пяльца ну вот расстелила я тут на диване давайте еще раз посмотрим поближе наверно вот с фонтана здесь техника и крест и полукрест и разное сложение нитей особенно вот здесь вот в фонтане в воде здесь нити есть и в три сложения и в четыре даже вот они такие более выпуклые крестики как бы вода падает с фонтана вот хвост и павлины вышивается ну крестиком в две нити беседка здесь вот полу крестик есть и в две нити и в одну нить то есть она такая вот воздушная ну и облака вышивается полукрестом в две нити бэкстича здесь немного вот в основном тут вот на хохолках у павлины на клювах на глазках на лапках чуть-чуть на фонтане на чашах фонтана вот вот здесь больше всего бэкстича на этих розочках тут практически все розочки вот в бэкстич листики лепестки и немножко есть хвосте вот на краю хвоста на перьях вот чтобы как бы сделать их таким более пушистым ну вот так выглядит работа работа ну не маленькая это кто не знает чудесная игла так размер работы здесь у нас 30 на 40 42 цвета нити вот 30 на 40 вот по сравнению с моей рукой достаточно такая хорошая работа по размеру нити хватило всех очень много осталось тут я даже не из конкового только розового если маловато но опять же этим розовым так фокусируется в основном делался вот бэкстич на цветочках поэтому его тут и было мало а вот поэтому всех ниток осталось очень много всего хватило белого цвета так вообще вот видите сколько как всегда белого цвета больше всего везде кладут черный и темно-синий наверно 939 или какой тут я думаю что да где-то 939 в общем тут отдельно на этой плашке черный и темно-синий но остальное все вот видите сколько много ниточек осталось все на этом работа завершена я рада это мой запланированный финиш и я рада что он случился еще и случился как я хотела за лето закончить павлинов мне все удалось сейчас делаю фотографию чтобы не отчитаться в группе в telegram где мы там в карты играем как раз у нас на эту неделю выпала этот работа все как как должно было быть последняя неделя августа и как раз карта выпала на эту работу сделаю сейчас фотку чтобы она у не было то потом надо будет идти стирать замачивать ну а что неделя пока еще продолжается еще и планирую не знаю что ну хает наверно повышевать ну что вот так сейчас выглядит хает я его повышевала совсем буквально чуть-чуть да потому что некогда было некогда совершенно в пятницу мы с варварой так в четверке закончила павлинов павлинов я вам показала пятницу мы с вами ездили на маникюр вот видите у меня коррекция произошла теперь они у меня сереньким а вот ну и там пятницу вечером мы обратно ехать с маникюра сразу с пашей заехали на работу за машей в общем все приехали к нам и у нас мы были они ночевали субботу мы значит вчера они пока ездили домой вместе с папой ремонтом продолжают делать я вот смогла повышевать хает смогла повышевать хает сегодня уже воскресенье 1 сентября всех с праздником конечно будет линейки завтра но вот поэтому повышевала немножечко я хает вначале вам показывал что там у меня было ну вот вышелась у меня на практически вот это вся россыпь вышелась почему я там был голубой по моему только цвет вот эти вот синенькие и вот тут будет гармошка вот эти вот цветные пятнышки это как бы остатки осени листья то есть вот отсюда они там были крупные вот здесь листья вот потом все мельче 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 тут летят и как бы улетают в зиму потому что здесь у нас вот на этом участке уже идет зима вот этот зимний замок который трудно выговариваемый я так не могу название его запомнить без подсказки вот и вот это вот будет какая-то гармошка это вот она вот полосочки ты и не хава этой гармошки так что вот все все что мне удалось повышевать ну и в принципе все сегодня тоже уже 1 сентября начался сентябрь надо заканчивать это видео но мне пока просто некогда монтировать у нас варя будет выступать завтра на линейке если смогу я засниму покажу все волнуемся погода какая будет у нас похолодание дожди как детям школу так как всегда так что вот вот такая красота у меня на хаиде ну и все принципе август закончился или это закончилось тоже со всей его вышивкой надо подводить итоги ну и вот они мои итоги августа в этом месяце у меня произошел финиш и произошел один старт так что один на минус один плюс все все на то то на то и вышло чуть чуть побольше я повышевала но учитывая что здесь я две недели работала и на больничная села с 15 июля 14 я ногу сломала то август по-хорошему должен был быть побольше но вот как-то не получилось не удалось не знаю то нога болела то настроение не было вообще мало вышивала у меня очень в этом месяце много не вышивали на дней но все равно приблизительно итог такой же как и июля месяца все на этом итоге все так что будем заканчивать видео и так финишные кадры ну что сегодня уже 2 сентября буду заканчивать я свое видео показываю своим побидор и вот они уже стоят выше меня роста но цветут и опадают вот сюда вот если посмотреть цветут и вот цветочки опадают тут отцвели и и опали сегодня ходила в садовый магазин после вашей аварийной линейки сказали что все скорее холодно уже на балконе уберите их с балкона будем их переселять в аквари потому что цвета много цветут как бы хорошо но зависть никаких конечно не будет если они опадают всего скорее это им холодно у нас погода ужасная сегодня 2 сентября плюс 9 на улице весь день дождь моросит дождик с утра правда вот не было варя участвовала в блин на линейке там вот в открытии до учебного года на сегодня прям с 8 утра ушла потому что три линейки у разных классов свое время 3 на 3 линейки было поделено и она с 8 утра вот сначала в 10 утра у первоклассников у малышей выпускников потом там в 12 еще было их линейка была последняя в два часа она там выступала я сейчас вам выступление вставлю там варя у нас там во втором ряду с шариками к танцуют там справа увидите вот покажу вам как она там на этой линейке станцевала ну а помидоры я сюда я риса сюда у нас пасмурно темно сегодня весь день никакого настроения так что вот помидоры будем переселять к варе на окошко там у нее пустое окошко на кухне то у меня цветы на окошке буду переселять туда теплее и дали мне сегодня в садовом магазине еще там как типа удобрения удобрения зависть в общем надо развести и попрыскать прямо на цветочки чтобы они не опадали а то я так чувствую красота не получится потому что есть очень много вот маленьких таких еще которые и не цвели вот этот куст вообще еще не цвел вот этот у него только вот начинают все эти завязываться цветочки но каждый день холоднее и холоднее на что конечно плюс 9 очень холодно а если чего то тут мне тут под ногами все я не вышивала почти эту неделю сейчас вам хает уже показала видели что она вышивалась вообще не вышивальная была пятница субботовская семья не вышивала у нас были дети ну так как у мужа было у димы день рождения в начале недели они в пятницу после работы приехали пятницу были субботу они у нас были а воскресенье тоже мы с ней с ними вместе уехали я уезжала по делам по новой работе по новому доходу дела у меня там продвигается хорошо все развивается как надо кого еще интересует дополнительный доход девочки действительно вещь хорошая вещь надежная официальная это банк это не какой-то и по этом пупкин или какая-то маша вася решили открыть это не мошенничество это настоящий официальный топовый банк альфа банк поэтому платит он тоже все официально на расчетный счет на карточку зарплата приходит поэтому вот кто хочет и не так уж это и трудно не так уж и это страшно да было ну поначалу как-то страшновато и как-то боялась не получится и и не понимают все вокруг кстати самые близкие и самые там друзья надежные конечно не понимают и говорят да это фигня да это это ну сейчас я уже ну как привыкла уже получать много как бы отказов поэтому я к этому спокойно отношусь те кто хочет работать те кто хочет зарабатывать хорошие достойные деньги те те все понимают и в те все делают а те кто даже захотела но начал спотыкаться там ну может к одному двум трем обратился знакомым а те сказали да иди ты фигня это и все человек руки опустились и таки о не не это не мое я не буду не понимают близкие идите к соседям к знакомым в принципе людей вокруг нас очень много есть те которые поймут и захотят захотят достойно жить достойно зарабатывать потому что здесь такая работа что мы ничего не предлагаем ничего не навязываем ничего не продаем ничего не втюхиваем здесь мы предлагаем людям просто достойно заработать те кто понимает смысл как это сделать те здесь и остаются так что девочки если кто-то хочет кто-то посмелее кому наплевать я уже поняла что мне вот сейчас на данный момент мне наплевать кто что про меня подумает в конце концов пусть думают что хотят они на своей попе сидят ровно а я выбиваюсь вперед я хочу свою жизнь изменить у нас давно с мужем мечта свой дом свой коттедж я давно мечтаю вы знаете о своей машине как продала ее последнюю поэтому мне нужны достойные заработки я хочу хотя бы старость встретить достойно а не жить потом на 15 тысяч у нас тут пенсионеры по 72-75 лет у нас есть даже бабушка 88 лет девочки 88 она не много она там на какие-то там большие понятно в таком возрасте человеку уже тяжело но она стабильно свои 20 тысяч в месяц получает бабулечка к своей пенсии и она счастлива до умопомрачения как говорится так что каждому выбирать свое кто как хочет понятно что если совсем ничего не делать так никто вам за это не заплатит вот альфа-банк не дурак это банк он платит естественно за действие он платит за результат результатом добиться результата не так уж и трудно поэтому кто захочет у всех получает у нас нет таких кто не получает это кто не хочет кто побоялся наткнулся на первые трудности ну того да опустил руки а кто не опускает руки все выходят в люди все много наболтала со всеми прощаюсь напоследок ставлю кадры с Варином вступлением в школе на линейке и на этом всем пока-пока когда встретимся не знаю говорю уже не вышиваю уже что-то прям совсем не и некогда тут гипс сняли тут вот эта работа закрутилась вот и и настроение как-то вот из-за такой погоды не очень вот скоро на работу выходить на официальную да свою а мне так не хочется я что-то уже привыкла дома сидеть не работая два месяца поэтому показывать нечего вышивки мало и ютуб мудрит да я уже на телевизоре на своем тоже не могу ютуб включить и бывает в телефоне он крутится крутится не загружается и на компьютере даже загрузить в свое видео на ютуб очень уже проблематично все скорее скоро с ютубом будем прощаться но ничего я есть над зенем ищите меня там все теперь уже точно пока-пока и смотрим выступление Варе … ты не грусти идолете не видя преград на своем пути эта музыка стучит в груди откройся к жизни это어를 И просто бой, а максимум в куче служит, служит. Пусть ты себе дверь, прощают матьки, и всё семя кружится. И без меня расти, а стараться найти, да ты всё получится. Всё получится, когда всё получится. Сами не прочь, надо верить в себя, успех очень скоро найдём и тебя. Иди и бой, знай, что ты не один, эта музыка стучит в груди, Откройся жизни, и просто бой, а максимум в куче служит. Пусть ты себе дверь, прощают матьки, и всё семя кружится. И без меня расти, а стараться найти, да ты всё получится. Всё получится. У меня в пленоконечка. Ура! 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 Всё получится. Всё получится. Ура! Всё получится. Ура! 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 Все получится. Все получится. Продолжение следует...